Реализацию мероприятия опережающего северного завоза в населенные пункты округа, плановые ремонты в образовательных организациях обсудили на еженедельном совещании губернатора Ниньского округа с руководителями органов государственной и муниципальной власти. Наталья Дуркина продолжит тему. Напомним, этой зимой во время суровых морозов учащиеся ряды образовательных учреждений Наринмара пожаловались главе региона на невыносимый холод в учебных аудиториях. Студенты социально-гуманитарного колледжа вынуждены были заниматься и вовсе верхней одежде. Как отметил представитель департамента образования, замещания учтены и в ряде учебных заведений будут проведены этим летом ремонтные работы. Также необходимо подготовить к новому учебному году школы и детские сады округа. Мы запланировали ремонтные работы. В первую очередь это те больные наши моменты, которые показали себя как в городе, так и на селе. Первая школа, запланированы ремонтные работы и по утеплению, и по окон, и цокольного перекрытия. Детский сад, там уж каменяем полностью систему отопления, уже свой износ. СГК, запланирована замена стеклопакетов, оставшихся, которые в деревянном исполнении. Тоже в течение июля мы начинаем эту работу. Что касается детского сада Великовисочно, то на период ремонтных работ предварительно согласовано размещение детей в помещениях поселковой школы. Предварительно согласовано размещение с ПОШ-надзором, с Роспотребнадзором. Отдельный блок в школе выделяем, чтобы детский садик уже целиком, так массивно его отремонтировать. Там требуют и утепления, и полы, и стены, и система отопления. То есть комплексно подойти. Месяца двух нам не хватит, поэтому уходим с этим до декабря месяца. В свою очередь глава региона поручил Департаменту образования, культуры и спорта держать на контроле вопрос подготовки образовательных учреждений к новому учебному году. Также Юрий Бездудный намерен приезжать с проверками в образовательные организации, где ведутся ремонтные работы. В ходе оперативного совещания глава региона обсудили выполнение графика мероприятий опережающего северного завоза в поселение Заполярного района. Как я докладывал неделю назад, с небольшими отставаниями, там 3-7 дней некритично, чисто технологические какие-то бывают сбои. А пока все идет по графику. По малым рекам завоз завершен. Параллельно идет по морю и по Нижнепечерю завоз. На сегодня, если какие-то предварительные итоги подвести, то такого у нас на моей памяти не было. На середину июня уголь 41% практически завезен, там дрова почти 24%, солярка 30%, но масел 15% поменьше немножко. То есть все идет пока лучше, чем в прошлые годы, но это спасибо ранней навигации. Опасений на сегодня никаких не видим. Напомню, навигация 2021 года была официально открыта 20 мая. Наталья Дуркина, Вадим Стасюк, Телеканал Север.